Немногие знают, но на самом деле электромобиль появился даже раньше, чем двигатель внутреннего сгорания. Еще в 1828 году венгерский изобретатель осмастерил передвигающуюся на электрической энергии тележку, больше напоминающую скейтборд, нежели автомобиль. Впрочем, его изобретение послужило мощным толчком в развитии данного направления инженерии. Первый электромобиль в виде тележки с электромотором был создан в 1841 году. На Международной электрической выставке в Париже электромобиль был представлен публике. В 1899 году в Санкт-Петербурге русский дворянин и инженер-изобретатель Ипполит Романов создал первый русский электрический автомобиль на 17 пассажиров. Его общая компоновка была заимствована у английских кэбов, где извозчик располагался на высоких козлах позади пассажиров. Экипаж был двухместным и четырехколесным, передние колеса по диаметру были больше задних. На первом электромобиле использовался свинцовый аккумулятор. Он требовал подзарядки каждые 64 километра. Суммарная мощность автомобиля составляла 4 лошадиные силы. Романов также разработал схему городских маршрутов для этих прародителей современных троллейбусов и получил разрешение на работу. Однако найти нужные инвестиции не смог. Изначально запас хода и скорость у электрических и бензиновых экипажей были примерно одинаковыми. Главным минусом электромобилей была сложная система подзарядки. Поскольку тогда еще не существовало усовершенствованных преобразователей переменного тока в постоянный, зарядка осуществлялась крайне сложным способом. С 1900 по 1910 год из всего количества автомобилей в США 38% имели электрические двигатели, 40% паровые и 22% были бензиновые. История могла развиваться в любом из этих направлений, но инженеры и бизнесмены того времени выбрали автомобили с двигателями внутреннего сгорания из-за выгоды и удобства производства. Если бы они обладали в те годы современными технологиями, кто знает, как сложилась бы история. Принято считать, что электромобили оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Но не все знают, что некоторые аспекты их производства могут оказывать аналогичное воздействие на окружающую среду. И хотя они практически не выделяют выхлопных газов, зато производство аккумуляторов для электромобилей требует дополнительных ресурсов и энергии. Поэтому порой они могут оказывать даже большее воздействие на окружающую среду на этапе производства. Электромобили, как правило, тяжелее и могут загрязнять воздух шинами, тормозами и дорожной пылью. Мощные аккумуляторы для электромобилей достаточно тяжелы. Их вес достигает 400 килограммов. При этом большая часть состава батарей – высокотоксичные компоненты, в том числе литий. Опасные соединения никеля, меди и алюминия. Такие яды гораздо опаснее, чем выхлопные газы. И ввиду ограниченного срока службы аккумуляторов до 5 лет, острым вопросом становятся также проблемы их утилизации. Данная процедура сложна, трудоемка и крайне дорога. То есть угроза нарушений технологий при утилизации на фоне масштабного производства электромобилей неизбежна. Но даже при соблюдении норм колоссальные объемы работ при утилизации чреваты рисками загрязнения окружающей среды. Для извлечения металлов из батарей требуется почти в 10 раз больше энергии, чем при их производстве, что закономерно вызовет наращивание объемов выбросов на теплоэлектростанциях. Однако, помимо недостатков, стоит отметить ряд преимуществ электромобилей. Это, как минимум, безопасность для окружающей среды, так как нулевой выхлоп означает, что воздух вокруг нас становится чище. Немаловажным аспектом является меньший уровень шума. В крупных городах с электрическим транспортом жить становится намного комфортнее. При этом упрощенная конструкция удешевляет ремонт, который теперь занимает меньше времени. Ну и, конечно же, удовольствие от вождения. Максимальный крутящий момент достигается с малых оборотов. Отдельно стоит отметить безопасность. Центр тяжести смещен вниз, где находится батарея. Из-за этого электромобили реже переворачиваются и лучше управляются даже при резких маневрах. Давайте поговорим про перспективы электромобилей. Сейчас некоторые страны планируют полный переход на электромобили в ближайшие 10 лет. Также ведутся работы над созданием аккумуляторных батарей с малым временем зарядки. Около 15 минут. В том числе и с применением наноматериалов. В наши дни разрабатываются электрические автобусы, грузовики и даже самолеты. Но стоит ли покупать электромобиль сейчас? Или стоит подождать, когда технология будет усовершенствована и станет дешевле? Сегодня бюджетные модели пока что могут передвигаться только в пределах крупных городов. Но в этой среде им практически нет равных. Они сокращают денежные затраты в три раза по сравнению с бензиновыми моделями. Также на электромобиле меньше налог и практически всегда бесплатная парковка. Плюсами премиальных электромобилей являются большой запас хода, отличная динамика и малые затраты на содержание. Но при этом есть один большой минус. Это внушительная цена. Если вы готовы выложить на покупку авто целое состояние, то электрокар может стать вашим основным транспортом уже сейчас. Выбор зависит только от вас. Ну а на этом все. Всем огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ставьте лайки и до новых встреч!